Тема санитарного состояния нашего родного города неисчерпаема. Как минимум, на практике любой житель города может стать жертвой ближайшей помойки. Зачастую банально отсутствует адекватная организация вывоза мусора, а вот банального русского авосью сколько угодно. Жители дома номер 2В на улице Щерса жалуются, что мало того, в их дворе помойка практически всегда переполнена и ароматом разлагающихся отходов привычно дышит весь двор. Еще и страдает детская площадка, находящаяся в непосредственной близости. Ветер разносит мусор аккуратно в руки и под ноги детей, для которых, кстати, во дворе все очень замечательно обустроено. Буквально перед приездом нашей съемочной группы детская площадка была убрана кем-то заботливым. А вот достучаться до управляющей компании и навести порядок навсегда, говорят, не получается. На Первомайском проспекте 58, корпус 1, выглядит все куда красочней. Настоящее поле чудес. Подъезд к свалке разрыт. Вот уже несколько дней ведутся ремонтные работы. В итоге мусор просто физически невозможно вывезти. Конечно, неприятно это все пахнет и не проехать здесь с колясками. И дети здесь играют. Конечно, никто не убирается, наверное, никому не нужен. Местные жители радуются ароматом, впрочем, настроены весьма позитивно. По словам жительницы ближайшего дома, ремонтные работы ведутся весьма интенсивно. И предстоящая перед нашими взорами разрытая картина – уже прогресс по сравнению с тем, что было. Каждый год копают здесь, до конца ничего не доделывают. Вот не знаю теперь. Ну, сделали. Вот видите, заваливают, все сделают. Я думаю, и дорогу нам сделают. И мусор. Вот те контейнеры уже выгрузили. Теперь, ну, мне кажется, это, конечно, воничь, невозможно. А давно не убирали? Ну, как тут убирать? Тут же машины-то, они же громоздкие. Вы видели, какие машины-то? Страсть, как она отсюда проедет? Она отсюда не вылезет, да после дождя-то, которые вот убирают мусоровозы-то. Конечно, они это самое. Но теперь, я думаю, вот на этой неделе сделают нам. Конечно, хочется надеяться, что проблемы с помойками, свалками и горами мусора в нашем городе когда-нибудь будут решены. И не так уж и просто самостоятельно противостоять злостным грязнулям, портящим светлый образ нашего и других российских городов. А вот начать с малого, не бросать мусор самим, всегда можно попробовать. Ведь чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят.